И я думаю, это как раз тот поезд, который из Красноярска. Я говорю, а кто вы по национальности? Он говорит, я армянин. Я говорю, армянин? Говорю, ну что, это впервые такого армянина видишь? У нас здесь появилась такая табличка правила пользования пассажирским лифтом. Несчастный случай недавно произошел. После этого несчастного случая появились вот эти вот листовки. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 5 июня 2019 года. Я сейчас нахожусь на железнодорожном вокзале. Сейчас еще ранний час. Время сейчас без 10.06. Я жду гостей. Приехал я сюда на Яндекс.Такси. Дорога заняла, ну, наверное, минут 15 от силы. По стоимости получилось 156 рублей. Это вот от Тургеневского квартала. И вот здесь вот до привокзальной площади, до стоянки. И сумма поездки составила 156 рублей. Ну, обратно я заказал такси Сатурн. И вот сравню, сколько будет стоить Сатурн, сколько стоит Яндекс.Такси. Вот. Ну, Яндекс.Такси я вызывал по приложению. А Сатурн я заказывал еще вчера. Ну, видимо, как бы получился у меня предварительный заказ. Поэтому посмотрим, сравним, интересно. Погода сегодня хорошая. И Google показывает, что сегодня будет 29 градусов жары. Ну, всего вам доброго. На вокзале, я смотрю, никого нет. И... Вперед. К поездам. Я зашел внутрь вокзала. Здесь никого нет. Пусто. Идет какая-то передача по первому каналу. И показывают Анапу. Как ее освобождали от фашистов. Там перрон за окном. Там табло. И отсюда видно, так, Москва-Анапа. И мне нужен... Мне нужен поезд 130. Но я его почему-то там не вижу. Поезд, который я встречаю, пребывает через 15 минут на вторую платформу. Вторая платформа. Ну, вот прибыл поезд. И кто-то уже приехал в Анапу. Выгружается. В ожидании отдыха. Я чуть не обратил внимания там, какой у нас поезд. Ну, вот этот вот, который пребывает. А до 130-го там еще, наверное, 3 или 4 поезда. Мужчина ходит и говорит только два слова. Такси, жилье. Все еще беленькие. И через какое-то время на людях появится черноморский загар. А кто-то и подгорит, как это всегда бывает. Вот 222-й поезд уходит. И еще один поезд пришел. И я думаю, это как раз тот поезд, который из Красноярска. Все четко. Железная дорога работает, как чаты. 12-й, да, Красноярск, Анапа. Вот 10-й, вот, а я встречаю, а я встречаю 9-й вагон. Вот он. Это купейный вагон, ой, купейный, пласткартный вагон. Все, побежали, и я почти даже правильно сел. Ну все, сейчас я встречу, и следующее встречение будет уже, наверное, на месте. Ну вот, друзья, значит, встретил я поезд, гостей, которые приехали из Красноярска. Доехали до дома. Ну, доехали не без, так скажем, не без приключений. Дело в том, что я заказывал такси Сатурн. Вот. Ну, ждали, ждали там. Потом, значит, позвонили, приехала машина. Смотрю, а машина маленькая пришла. Я говорю, ну как же так? Я же заказывал машину большую, минивэн. Чтобы там, у нас же все-таки 6 человек. Двое детей, вернее, трое детей. Вот. Ну, ладно, сейчас ждите. Ну, ладно. Подъехал другой автобус. Вот. Микроавтобус Мерседес. Но возник, так скажем, разговор с водителем. Водитель, так скажем, пренебрежительно отозвался о казаках. И я, конечно, защищал свою позицию, позицию кубанского и российского казачества. Я сказал, я местный. Он говорит, как это ты местный? Я говорю, я тут уже живу 5 лет. Он говорит, а я 30 лет живу. Я говорю, ну и что? Ну и что, говорю, что ты 30 лет живешь, а я 5. Это, говорю, наша земля, кубанская. Вот его тут, значит, как говорится, порвало. Он начал там говорить, как так? Да я казаков не уважаю, потому что они там стоят с полицейскими, понятыми. Я говорю, ну и что, понятыми, говорю. А ты знаешь, говорю, что как тяжело выявить какое-нибудь преступление, обличить без свидетелей, без понятых. Потому что, говорю, вот сейчас кого-то наркотики у кого-нибудь изымут. Останови любого человека. Попроси его быть понятым. И мало найдется. И, можно сказать, вообще никто не согласится быть понятым. Потому что это надо потерять час-два, а то и больше времени своего личного. Вот так человек идет, его выдернули, и все, и будь понятым. Тут же добровольное, так скажем, дело. А потом еще наследственные действия, какие-то протоколы, подписи. Это надо в отдел ехать. Еще потом какие-то еще там опознания, и прочее, и прочее, и прочее. Потом суды начинаются, в суд надо будет ехать. Иногда надо ехать не в Анапе, а где-то в другом месте. Вот, и все. И человек просто, ну, кто на это согласится? А он меня тут начал прогонять, что я не уважаю, потому что они там понятыми, и понятыми. И якобы понятые получают по 25 тысяч рублей. Да не понятые получают 25 тысяч рублей. Понятые это только некоторые действия, при которых участвуют казаки. А на самом деле казаки охраняют общественный порядок вместе с полицейскими. И не просто охраняют, они еще, как говорит атаман войска, несут такую контрольную функцию. Потому что при полицейских, вернее при казаках, а казаки кто это? Это же люди, народ. И дружина у нас казачья, народная. Потому что казаки это народ. Вот. И при казаках полицейский уже ведет себя осмотрительно. Он уже не нарушает какие-то там права граждан. Не берет взятки. Понимаете? Поэтому казаки это на Кубани и явление, с которым трудно не согласиться и которое трудно не принять. Вот. Потому что казаки везде. Сейчас школы охраняют казаки, детские сады казаки охраняют. И я так жестко говорю. А я смотрю, кто он по национальности. Ну, вроде бы это акцент, конечно. Внешность такая, ну, восточная. Я говорю, а кто вы по национальности? Он говорит, я армянин. Я говорю, армянин? Говорю, ну, что-то впервые такого армянина вижу, который пренебрежительно относится к казакам. А ты знаешь, говорю, армянин, что мой дед в 1915 году вас, армян, от резни спасал, когда вас турки и курды резали. Ну, это другое дело, это вот это. Говорю, да не это дело. Казаки, говорю, они, говорю, надо было, говорю, ему ехать куда-то из Забайкаля, отрываться от своей семьи. И, ну, он, говорю, по приказу царя батюшки и по воле долга казачьего поехал и защищал вас. А ты, говорю, так о казаках отзываешься сейчас. Я говорю, ты не такой какой-то, говорю, армянин. Я говорю, первый раз такого вижу. Ну, в общем, вот так вот мы с ним разговаривали. Вот всю дорогу до самого дома. Вот мои, значит, гости, они переживали, потому что, ну, дети маленькие. А у нас такая горячая восточная беседа, понимаешь. Вот. Ну, слава богу, добрались. 300 рублей он с меня взял. Ну, то есть вот частники просили, как бы, минимальный такой порог 500 рублей от, доехать от железнодорожного вокзала до города. Ну, это вот, как бы, тариф такси 300 рублей. Ну, нормально. Я, в общем-то, на это был и настроен. Фу. Ну, в общем-то, показал нашим гостям, где находится магнит, где находится банк, где находятся различные магазины. Ходили на рынок вот сейчас с ними. Я тоже купил на рынке, ну, картошка там, зеленушка. Зеленушка, правда, сейчас уже по 15 рублей пучок. Взял вот черешню. Черешня, вот эта по 150 рублей. Это красная, как-то, по-моему, какой-то сорт, ну, не помню я. Вот. Ну, она такая светлая. Я попробовал там. Красные сорта и такие темные, они кисловатые, а это такой сладкий вкус, приятный. Поэтому я вот такую взял светлую. Вот. Ну, и все. Ну, и сейчас я зашел сюда на площадку нашего жилищного комплекса, Тургеневский квартал. Сижу здесь, отдыхаю от такого сумасшедшего утра, от какой-то утренней беготни. Сегодня день обещает быть жарким, 29 градусов, обещает нам Гугл. Вот. А здесь вот сейчас прохладно, ветерок так приятно колышет, ветви, кроны, рабинии. Вот эти вот шарики зеленые, это рабиния. А вообще, как бы еще называют лжеакация. Вот. Здесь таблички стояли кое-где. Но сейчас таблички у нас люди почему-то вот не любят таблички. Они, как увидят табличку, выгул собак запрещен. Они ее ломают. Или, ну ладно, выгул собак это вот. А рабиния, допустим, и лжеакация, чем табличка помешала? Ну, нет, ломают. Тут какие-то люди, тут есть вандалы. Вот. Это вот такой зеленый газон. Там вот тоже табличка написана липа. Липа мелколистная. Вот это вот все высажено. А вот это вот красиво зацвел шалфей, насколько я понимаю. Наверное, вы тоже встречали в аптеках вот эти вот рисунки такие. Вот с такими вот. Там пчелки, смотрю, на шалфеи летают. Там рабочий, значит, поливает газоны. Туи зеленые красивые. Вот. Это туя западная колумна. Вот. Хорошо так. Хорошее место. Приятное. Вот так вот здесь отдохнуть. Детская площадка. Сейчас здесь никого почему-то нету. Люди, видимо, кто на работе. Кто-то, может, еще спит. Кстати, сколько сейчас времени-то? Сейчас посмотрю, друзья мои. Так. 8.55. Поэтому еще ранний час. Я тоже домой уже заходил. Ну, то-то-го. До похода на рынок. Маша еще спит. Валя спит. Вот. Небо голубое. День обещает быть хорошим. Солнечным. Жарким. Ну, что еще рассказать. Клубника на рынке 120 рублей. А огурцы я взял за 40 рублей. А помидоры за 50 рублей. Вот. Кстати, мне интересную вещь сказал сегодня продавец. Там мои гости спрашивают, а вот почему вот эти помидоры 70 рублей, а эти 50? Там лежат большие помидоры, а помельче 50. Он говорит, зависит от размера. Ну, вот так объяснял. Говорит, вот это крупные, а не за 70. Сорт один. Мелкие за 50. Ну, вот так вот. Так же и огурцы. Вот. Что еще там? Ну, капуста 25. Клубника по... А, я уже сказал, да, клубника по 120. И вот черешня я взял за 150. А есть черешня за 100... За 180 и 200 рублей есть черешня. Ну, вот как-то так. Ну, все, друзья. Вот такие новости сегодня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Смотрите конечные заставки, подсказки, описания. Всего вам доброго. До следующих встреч на моем канале. И в Анапе. А это бонус для тех, кто досматривает мои ролики до конца. Вот у нас здесь розы зацвели возле нашего дома. Продолжение следует... заходить можно по коду если знать и у нас здесь появились такая табличка правила пользования пассажирским лифтом несчастный случай недавно произошел вот после этого несчастного случая появились вот эти вот вот эти вот листовки в этом лифте в малом лифте затянула в лифт собачку и собачка погибла ну то есть человек зашел собачка не успела лифт пошел и собачка таким образом погибла вот и теперь здесь написали что когда вы заходите в лифт собакой надо брать ее за ошейник или заносить на руках а когда вы заходите с детьми детей надо тоже брать на руки причем здесь написано что взять ребенка на руки если с коляской да и войти и войти с ним в кабину затем внести за собой пустую коляску вот так вот вот такие правила друзья не пренебрегайте правилами которые установлены различными различными инструкциями потому что все правила все инструкции пишутся кровью и на основании чьей чьей то жизни и здоровья потерянного поэтому оставайтесь в полном здраве и всего вам доброго хорошего дня счастливо